Здравствуйте, друзья! Сегодня поговорим о легенде конструкторского бюро Edifier модели S2000 MK2 или как ее называют еще S2000 DB. DB она оказывается называется для внутрикитайского рынка S2000 MK2. Это имя проекта для конструкторского бюро, а для интернационального рынка эта модель будет называться S2000 PRO. Здесь видно, что позиционируют на эту модель китайские маркетологи. Это вы сами можете посмотреть на сайте edifier.com, а мы с вами рассмотрим реальные ее параметры и возможности. Написано, что эта модель предназначена как активная монитора, рассматривается и разработана для, в том числе, звукозаписи. Максимальная мощность этой системы 130 ватт, которую воспроизводят 5,5 дюймовый динамик низких частот с алюминиевой диафрагмой и планарный твиттер, расширяющий, как тут написано, частотный диапазон. Что модель имеет? Оптический коаксиальный аналоговый вход и балансный вход. Дополнительно есть Bluetooth для беспроводного соединения с источником сигнала. Итак, это, как здесь написано, активные 2.0 стереомониторы, 124 уже оказывается, RMS общей мощности, басовый динамик 5,5 дюймовый алюминиевая диафрагма, запатентованный планарный диафрагмой твиттер, стоит на высоких частотах, патент-пендинг, то есть ожидающий получения патента, как здесь написано. Высокоэффективные усилители класса D оконечные, электронный кроссовер с DSP, то есть Digital Signal Processing, пресеты, монитор, динамик, классикал и вокал применен, инфракрасный пульт дистанционного управления, деревянные, боковые, как здесь написано, панели корпусов. Имеется в виду, что корпуса из NDM сделаны, а боковые накладки на панели сделаны из натурального дерева. Универсальный блок питания имеется в виду, импульсный блок питания. По параметрам детальнее, то на высокие частоты здесь позиционируется 2 по 12 ватт, на низко-средние частоты по 50 ватт на канал, соотношение сигнал-шум завешанное более 94 дБ, частоты по входам, балансный вход 700 милливольт, аналоговый вход 600 милливольт, Bluetooth 350, оптический 350 и коаксиальный тоже 350 mini FFS. Частотный диапазон 48 Гц, 20 кГц, планарный твиттер применен и 5,5 дюймов, 148 миллиметров, басовый динамик, размеры колонок 505, 350, 412 миллиметров. Вес системы не указан. Сегодня у нас есть возможность убедиться воочию, что эта модель существует и посмотреть и даже ее послушать. Вот, собственно говоря, в этой коробочке она и находится. Я предлагаю ее вскрыть и посмотреть, что у нее находится внутри. Посмотрим, что находится внутри этой акустической, в этой коробке. Сейчас мы видим кабели аналогового автовключения с миниджеком 3,5 миллиметра, кабель оптический для подключения по оптическому интерфейсу, пульт дистанционного управления и две батарейки. Здесь мы видим запакованные колонки. Достанем их и посмотрим. Вот колонка у меня на столе. Давайте ее распакуем вместе и посмотрим, что у нее внутри хорошего. Такой мешочек солидный, обстоятельный. Сразу обращу внимание на нижнюю часть. Здесь резиновые ножки, очень такие липучие, которые будут уверенно держать колонку на столе. Четыре болта крепежных, видимо, какой-то внутренний конструктив и серийный номер. Вот она. Легендарная S2000 Pro. Действительно, панели боковые, похоже, сделаны из дерева. По крайней мере, все говорит о том, что это не примитивный какой-то материал. Выглядит благородно достаточно. На задней стороне мы видим панель для подключения коммутации и регулировки. И также видим порт фазоинвертора. Из регулировок, что здесь доступно. Мы видим регулятор уровня с переключателем каналов, как и в прежних моделях линейки Studio от Edifier. Регулятор VT, регулятор NC. Видим ауксин, то есть аналоговые входы, тюльпанчики. Видим оптические коаксиальные входы. Видим входы балансные. Друзья мои, это профессиональный интерфейс, который используется, в частности, в студиях звукозаписи. И видим спикер-аут, то есть это выход на пассивную колонку. Он пятиконтактный, так же, как и в других моделях линейки Studio, несмотря на то, что здесь не три, а две полосы всего. Видимо, так было удобнее конструкторам, я их прекрасно понимаю. Кабель питания не съемный и включатель питания на передней панели этой колоночки. Мы видим дизайн аналогичный, приблизительно с 1000 dB, то есть съемный такой гриль декоративный, защитный в том числе, чтобы пальчиком не повредили динамики. Видим планарный излучатель от Edifier, видим с металлическим диффузором алюминиевым, как названо в спецификации, низкочастотный излучатель. Вот так вот выглядит кабель, который соединяет на активную и пассивную колонки. Очевидно, что это пятиконтактный, возможно, четырехконтактный кабель с пятиконтактными штырями, разъемами. Довольно значительной длины, я померяю и сообщу вам. Вот имеют такие вот разъемы на концах, очень похожие на наши старые советские SG-5. Вот так это выглядит сзади пассивные колонки. Точно так же я, очевидно, вставлю, подключу и к активной колонке другой конец этого кабеля. Ну вот и расставил я колоночки на столе, вот так вот они примерно выглядят. Вот пассивная колонка, это активная колонка, занимает совсем немного места. Еще раз напомню, монитор у меня 27 дюймов, вот в пропорции вы можете себе представить, как это выглядит. Эта колоночка стоит на случайно оказавшемся под ней усилителе, а эта стоит просто на столе. У них довольно глубокая посадка у этих колонок, но при этом они могут не занимать много места тоже. Они могут свешиваться назад немножко и так далее. Но это, конечно, зависит от того, что у человека за столом, то есть если стенка, то это менее удобно. Как у меня есть открытое пространство, то их можно вообще на полке сзади где-то расположить. Так или иначе, обратим внимание на активную пока колонку. Подключил я ее по балансному подключению, пользуясь такой удивительной возможностью. Редко, когда мультимедиа колонки имеют балансный интерфейс. Это профессиональный интерфейс, это можно подключать со звуковыми картами, которые имеют такие возможности подключения. Теперь хочу снарядить пультик и заодно послушать, как эта акустика звучит. Кстати, можем с этого и начать. Ну, звучать она, конечно, звучит, куда она денется. Послушаем минутку. Сейчас регуляторы тембров находятся в нейтральном положении. Я покажу возможности системы сейчас. Немножко я добавил громко и поехали. Посмотрите, сколько в машине. Посмотрите, сколько в середине. Посмотрите, сколько в середине. Здесь есть только в машине. Здесь есть только в минимуме. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Звук, конечно, благородный, насыщенный. Ничего не скажу, интересно звучит эта акустика. Корпуса выглядят совершенно безрезонансными. То есть и на простукивание, и на... Визуально видно, что сделаны они очень добротно, из плотного материала и не допускают никаких призвуков дополнительных. Которыми грешат недорогие колонки обычно. Давайте рассмотрим немного картинок, которые должны нам показать все об этих удивительных акустических системах. А вот так, наверное, я потом выложу картинки покрупнее. Итак, это система в сборе с пультом дистанционного управления. Это другой ракурс. Это одна колоночка. Это две колоночки. Разные ракурсы. Вы видите очертания формы корпусов. Это вы видите в сравнении с какой-то другой акустической системой, нашу испытуемую сегодня. Сзади панель, которую мы уже рассмотрели. Это кабель. Это АЧХ в режиме Classic. То есть с пульта мы можем переключить еще и пресеты. В частности, сейчас играет нейтральный, видимо, Classic. Вот это АЧХ в режиме Monitor. Это АЧХ в режиме Dynamic. Вокал. Это колоночки стоят где-то у человека. Это картинки. Вот Twitter. Что касается Twitter, от планарного того, выглядит он вот так, в разобранном состоянии. Кому интересно почитать о планарной технологии, уверен, что найдет в интернете достаточно информации. Это басовый динамик с алюминиевым диффузором. Вот они оба вынутые из колонок. Вот сзади. Сзади магнитное экранирование обоих излучателей. Это порт фазоинвертора. Это опять же задняя панель. Это микросхемка. О микросхемках мы еще поговорим. Это пульт в интерьере. Это обычный кабель, который идет в комплекте. Я его даже не вскрывал, потому что я подключил своими кабелями. Это аналоговое обычное подключение, но их сейчас можно отключить, они не нужны. А это балансное подключение, о котором я вам говорил. По балансовому подключению можно тянуть дальше кабелей, и при этом будет меньше наводок и шумов. Но это далеко не всем надо. Просто они у меня были, я подключил. Это оптические кабели батарейки для пульта. Это кнопочка включения. Все остальное понятно. Это плата, вынутая из системы. Это пульт. Это разъемы. Все. Вот такая вот красота. Что касается схемы этой системы, то она базируется на усилителях TAS 5754. Это двухканальный усилитель мощности класса D. PWM или PWM или SHIM, который известен любителям аудио. В частности, в Adifier они стоят в линейке Studio. В режиме SE они работают, эти усилители, на выскочастотной динамике. И в мостовом режиме они работают на вуферы, на низкочастотной динамике. Также мы видим знакомый нам аудиопроцессор TAS 5508. Видим мини DSP TLV3254 от Texas Instrument. Контроллер HTM. PCM1804. И BTM8640M. Это Bluetooth усилитель. Также мы видим импульсный блок питания, который обеспечивает рядом питающих напряжений всю схему этой аудиосистемы. Вот АЧХ этой системы. От производителя сведено несколько кривых. Это и мониторы, и динамик, и классик, и вокал. То есть имеется в виду разные пресеты, это сведены на одном графике, чтобы была понятна разница в их виде. Сейчас я хотел бы наконец настроить пульт дистанционного управления. Я его еще не открывал даже. Вот он требует две батарейки, которые, собственно, идут в комплекте. Не думаю, что здесь есть какие-то углубленные нюансы. Я вообще люблю все по кастому. Понадобил? Включил. Не понадобил? Не включил. И так. Конечно, регулируется уровень. Послушайте, как хорошо играет бас-гитара. Давайте я попробую включить другие пресеты. Вот монитор, например. Опять по правде, особого смысла в этих пресетах я не заметил. Может быть, я еще не освоился с техникой. Это выключение питания. Тамьют, выключение звучания, очевидно. Это включение по оптическому кабелю. Это Bluetooth, коаксиал. Балансное включение, которое мы сейчас находимся. Аукс. Да. Вот это вот пресеты, собственно. Вот вокал, например, если включить. Ну, очевидно, что изменения здесь совершенно незначительные. Ну, видимо, это имеет какой-то сакральный смысл. Либо на какой-то большей громкости может быть ощущаться. В любом случае, звучат эти колонки очень умеренно. На такой вот достаточно деликатной музыке. Хорошее звучание. На пульте также есть индикатор управления. Когда нажимаешь клавишу, он дает световую индикацию того, что им пользуется. Что еще из музыки мы можем послушать? Такая вот кислотная, допустим, музыка. Такая вот кислотная, допустим, музыка. Очень неплохо звучит. Малый состав. Для того, чтобы закрыть вопрос с интерфейсами, попробую подключить к своему телефону эти колонки к Bluetooth. Для этого, кстати, нужно Bluetooth выбрать нажатием на регулятор громкости. Здесь сменится цвет на голубой. Это вот красный. Это оптика была. Коаксиал. И последний голубой цвет. Включу Bluetooth на телефоне. Запущу поиск устройств. Дифайр С2000 Pro. И вот. Connected. Можно переходить к выбору музыки. Ну, пожалуйста, играет. Замечательно. Ну, чтобы не сомневался, что будет играть. Безусловно играет. Проблем никаких с подключением по Bluetooth не испытываю. Не испытывал. Все совершенно нормально работает. Можно отключаться. Можно отключаться. Здесь, если выбрать опять балансный вид подключения и включить музыку, то очевидно, что она и заиграет. Причем, заметьте, уровень здесь ниже, чем был с моего телефона. То есть, очевидно, есть разница чувствительности, которая оговорена в параметрах, которые мы уже видели. И это можно было предусмотреть. Ну, что ж, друзья. Вот состоялось первое знакомство с этой системой. Я, конечно, могу ее разобрать, посмотреть, что у нее внутри. Но мне кажется, что это лишено смысла. Система сделана профессионалами высочайшего класса. И что бы мы там не увидели, это именно то, что там нужно. И больше, не меньше. Комплектация исключительно дорогая. Как бы не продешевили конструкторы и маркетологи Edifier с динамиками, с излучателями. Это впервые использован не динамический, а планарный излучатель в качестве высокочастотного динамика. Это очень приятно. Вот. Кажется, что это еще один шаг в сторону нового поколения аудио. И также балансные входы на меня произвели большое впечатление. Это серьезно. Это расширяет возможность подключения этих систем. Потому что, например, в студии нет других кабелей, допустим, или разъемов для того, чтобы подключить какие-то другие мониторы без балансного подключения. Это признанный стандарт для профессионалов. Они могут быть недорогими, эти мониторы, но все равно у них только балансные входы обычно. Ну, также, правда, эти студийные мониторы обычно активные оба. И правый, и левый. Вот здесь же сделано все по мультимедийному. То есть активная часть включена в одну колонку, в активную, так называемую, условно. Но это сделано для нашего с вами удобства, потому что далеко не всем нравится разносить колонки с толстяными кабелями, а потом сводить это все на каком-то устройстве, с которого регулируется общая громкость. Однако я был бы не я, если бы не разобрал колонки и не посмотрел, что у них внутри. Для этого понадобится торкс 16-ый. И поехали! Ну вот, посмотрим, что же там скрывается. Схему мы уже видели. А плата тут шикарная, друзья мои, шикарная плата. Давайте я вам покажу как-то подробнее. Ну, строго говоря, что может быть шикарного или нет в монтажной плате, не в одной, а в трех, которые используются для акустических систем. Вы видите, что все кабелёчки укутаны в такие бандажи для того, чтобы они не создавали призвуков, касаясь друг друга или частей конструктива других. Платы высочайшей степени интеграции, полно-полно всяких SMD микрокомпонент. Там такие вот разъёмы XLR для балансных входового подключения, сложные формы сзади, нужны для того, чтобы не разгиброметизировать корпус активной колонки. Ну, плата регуляторов собрана отдельно. Ну, это плата усиления, собственно. Вы видите, даже нет никаких радиаторов. Настолько хорош запас по мощности, видимо, этих микросхем производства Texas Instruments, что им не нужны радиаторы, в отличие от того, как это было прежде, когда аналоговая техника нуждалась в огромных радиаторах. Вспомните, те же системы Edifier типа S730. Вот блок питания виден. Это медного цвета корпус с экранированием, магнитным экранированием, электромагнитным экранированием. Закрывает его от других частей тракта во избежание наводок и шумов. Видите, там залиты все разъемы вот этим клейким веществом, для того, чтобы тоже не допустить разгерметизацию. Далее вы видите динамик. Нет, вы не видите динамик, я его вижу. Сейчас попробую вам показать. Кстати, моё ноу-хау использовать вот такую вот лампочку, подключенную к USB, для того, чтобы заглядывать внутрь темных мест, скрытых. Это освещение. Вот вы видите динамик. По крайней мере, должны видеть. Не знаю, что-то с резкостью, как получится. Вот это вот магнит динамика. Внизу вы видите блок питания. Ну и вот, собственно, плата, которую подсвечивать особо смысла нет. Здесь и так хорошо всё видно. Вот такая вот система. Что ещё можно сказать о внутреннем устройстве этой системы? Пожалуй, ничего. Просто высокая культура производства, качественное исполнение. Больше ничего не могу сказать. Аккуратненько заподлицо вставляется в корпус эта панель. Здесь прорезиненная кромка. Прорезиненная кромка для того, чтобы тоже не допустить разгерметизацию. Ну и кучей саморезов эта вещь прижимается, крепится в корпусе. Ну, я считаю, что это очень высокого качества изготовления. То есть я видел немало разных акустических систем, да и просто электронных устройств. Это не то, что не худшее, не самое плохое. Это одно из самых лучших. Вижу конденсатор Vima. Используется. Классно, нормально. Закончим на этом обзор внутреннего содержимого колонки. Немного измерения. Я хочу измерить кривую импеданса твитера и вуфера для того, чтобы понимать частоту настройки резонатора и вообще возможности этой системы. Для этого я сделал такой переходник, подключил к специальной настроенной звуковой карте и программному обеспечению. Сейчас я буду измерять, в частности, кривую импеданса, я надеюсь, твитера. Вы услышали характерный звук и мы увидели, что получилось значение очень близкое к 4 Омам во всем рабочем диапазоне частот, начиная прямо от 20 Гц. Запишем этот визер. Теперь померяем кривую импеданса вуфера, то есть низкочастотного динамика. Вы услышали тоже характерный звук и увидели мы с вами кривую импеданса вуфера, которая говорит о настройке резонатора. Сейчас я вам попытаюсь это все объяснить, но пока изменим оси. Вот так вот масштаб для того, чтобы было понятнее. Итак, настройка резонатора менее 50 Гц и частотный диапазон наверняка будет начинаться от 30 Гц в пределах сравнительно небольших затуханий. Это у нас вуфер. Ачхая мерить не могу в помещении офиса, я буду доверяться целиком и полностью данным предоставленным конструкторами Edifier. Они, благо, у нас есть. Вот я свел эти две кривые, получилось, что сплошная линия это импеданс свитера, а вот этот горбик это, собственно, провальчик, это настройка резонатора, то есть фазоинвертора. Итак, мы будем роптать. Система замечательная, система очень классная, современная и при этом еще и отлично звучащая и имеющая дополнительный функционал. Вот немножко рок-музыки послушаем. Также отмечу, что система не имеет выхода на сабвуфер, что любопытно. Я думал, что Edifier уже начнет во всех системах его устанавливать, но нет. То есть, видимо, тот опыт оказался не убедительным. Строго говоря, я тоже знаю немного людей, которые им пользуются, допустим. То есть теоретически это очень хорошо, что он есть, но на практике это мало что дает. Итак, еще одна легенда, еще одна новинка, еще одна, еще один букет в сумме колонок конструкторского бюро, в частности Edifier, вообще на прилавках наших с вами магазинов. Все, друзья, на этом закончил обзор. Счастливо, было приятно провести время с такими хорошими системами. Счастливо, увидимся в следующих обзорах. Приятного аппетита! Продолжение следует...